В Сибири благотворяйте субтитры, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Мы прожили в Казельске десять дней. То, что город этот, истинно русский, всегда было прописной истиной. Но мы почувствовали, если не познаем его изнутри, нам будет недоставать чего-то очень важного. Подобно многим русским городам он не имеет точной даты отсчета своей истории. Впервые Казельск упоминается в летописи в 1146 году как один из опорных пунктов в войне Вятичей. 1238 год. Татаро-монгольское нашествие. Пал Владимир. Пал Рязань. Татары двигались по направлению к великому Новгороду, но, внезапно повернув, возвратились в степень. На пути их оказался город-крепость Козельск. Здесь Батый споткнулся. В обособленном лесном краю складывался мощный духовный центр, ядро которого составляли монастыри. Вблизи от крепостных стен и в черте города были основаны Козельская оптина пустынь и Шамординский женский монастырь. Мы ступали по здешним дорогам, каждая из которых ведет в оптену пустынь. И дух захватывало от того, что перед нами возникала и наша собственная судьба. Не золотым и серебром славилась оптина пустынь, а твердостью христианской веры и высотой религиозного духа, особенно после основания предтечи Воскита. Монастырь дал России целое созвездие старцев и звал к себе всех ищущих истину и бога людей. Здесь бывали члены императорской династии, великие мыслители Федор Достоевский и Николай Гоголь, Лев Толстой и Константин Леонтьев. В оптиной пустыне, говоря словами священника Павла Флоренского, сочетание гармонических сил достигло такой высоты, какой мы не знаем за всю историю России. Оптина пустынь была закрыта большевиками одной из первых. С 1989 года ведется ее новое летосчисление. Человек попадает сюда, слышит колокольный звон и долг, нравственность, день и ночь. Живопись иеромонаха Даниила в миру Дмитрия Болотова, поленицы в форме шатров, времен нашествия хана Батыя, становятся данностью, чем-то, что не проживается, потому что это так и есть. В свое время я постарался собрать все летописные своды, в которых где-то как-то вот эта оборона Козельская отражена была, я живо представил, как все это происходило. Это монгольское нашествие. Семь недель отрезанные от своих соплеменников, сородичей, жители не сдавали город. После того, как основная часть защитников была истреблена, и в городе уже практически не осталось ни одного целого здания, наверное, от отчаяния, а может быть, из желания помочь оставшимся в городе женщинам и детям здоровые часть мужского населения, и раненые в том числе, вышли из города и дали последний бой. Вот именно здесь, на этом месте, произошло последнее сражение, в котором Батый потерял около четырех тысяч воинов. В начале прошлого века при строительстве железной дороги были обнаружены захоронения черепов. Мы знаем старые татарские обычаи отрубать голову и пировать на головах, застелив их коврами. И, видимо, это были те, кто дали последний бой врагу. С 1962 года я вот здесь и служу по сей день. На моей родине в Фергане был батюшка, отец архимандрит Борис Холчев. Он был духовным сыном оптинского царца Нектария. Много о нем рассказывал, о чудесах, о благодати, какая от него наполняла души людей. Мне это все живо представилось. И когда я ослужил здесь первую обедню, вот эта келья здесь жила, монахиня Евдокия Агибалова. И вдруг она мне говорит, а у нас тут рядом оптина пустынь. Для меня это было настолько трогательно. Я, конечно, склонился на колени, стал Богу молиться. А монахиня стоит, говорит, о, какой батюшка приехал. Это, говорит, здорово. Я же, говорит, таких не видала. Ну, а что тут особенного? Батюшка молится на монастырь, на развалины, на эти молятся. Ну, для меня это душевно было так приятно, отрадно. Вообще-то, интересно, жизнь – это огромная книга. И всякие вот явления в жизни, хорошие и плохие, это так называемые иллюстрации. Вот надо смотреть, читать, углубляться в эту книгу. Потом побыть как-то немножко наедине с самим собою. Вот. И пронаблюдать за своей жизнью, за своим поведением, за мыслью за свои. Пожалуйста, будьте любезны. Сейчас я вам покажу ризу. Вот эта риза сделана на фабрике. Материал сделан в порча серебро, не 84-й проба, а 94-й проба. Сделана на фабрике заглоденных в Париже, во Франции. Материал пролежал много лет в какой-то старушке. Она нам принесла пожертвов в церковь. Ну, вот из нее сшили. Теперь она очень ветхая, мы ее бережем. Вот я вам еще покажу книги. Вот видите, какая глубокая древняя старина, поэтическое произведение, автор царь Давыд. Корочки из дуба сделаны. 1781 год. 200 с лишним лет. Восрождение. Брала, брала ягодку, земляничку. Брала, брала ягодку, земляничку. Брала ягодку, земляничку. Нарколола ноженьку на пылиныку. О, нарколола ноженьку на пылиныку. Год до флага, день и ночь, где, 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 вася, кто ты за цветом. Люблю песни петь, не могу. Даже вот сейчас бросила, как год уже, как выйду, рядом живу. А на хор пошли на репетицию. Не могу, хоть сорваться. Душа болит. Ушла бы я. Ну, вот, болит спина. Спина болит. Да. Душа болит. Надеюсь, что заживет она мне когда-нибудь. Все равно пойду. Пойду. Ну, дед меня не пускал на репетицию вообще, на хор. Не ходи и все. Что он, не знаю, боялся я меня, кто, куда денут, не знаю. Я все равно убегала. Убегала, даже у окошка прыгну, он схватится, а уж у меня нет. И я убегала. Да. А уж когда оттуда-то я приду, начинает меня и такая, и такая. А я себе так в ушки закрою и думаю, болтай, болтай. Я сходила, куда мне надо. А ты болтай. А у меня вот такая история была. Вышла я замуж. А в хоре я все время плясала плясовые песни. Как-то хор выступал еще в старом Доме культуры. У меня была беременность и 7 месяцев. А я ему говорю, как обмануть? Он говорит, не пойдешь. Ну, я с этой говорю, руководителю, ты не волнуйся, Мария Низминна, я приду все равно. Только вот вам мой костюм, вы его с собой возьмите. А я без костюма приду. И ему говорю, ох, Кольчка, милый, я не могу дома вы сидеть. Пойдем хоть в зале сидеть будем. Ну, пойдем. Пришли. В Дома культуры сели, сидим, объявили. Выступает Дешевский хор. У меня заходится душа. Уже поют первую песню, вторую. Говорю, Коль, сейчас будут плясовую, я здесь не усижу, я пойду на сцену. Я хоть там буду стоять. Я забегаю на сцену, там уже все приготовили. Раз, меня костюм. И объявляют. солистка Мария Паукова. И я пошла. Он как выставился. Гражданин, сядьте. Ничего подумал. Он говорит, я не верю. Как? В одну секунду можно было костюм одеть. Только объявили песню, ты уже пляж. Я, конечно, не думала, что он женится там, девчонку из Москвы, привезет сюда. Он какой-то такой был скромный, он учился в школе, чтобы как ребятишки там другие, девочек так-так-так-так-так, потискают там где-то там все. Он никогда так вот, он не дотразился никогда. А потом привел Светочку и стали жить и поживать. Начали они там, это строительство, как-то приезжал тоже какой-то из области, он говорит, как у тебя ума хватило все вот это тут сконструировать, как это самое там, все это сообразить. Разберемся спокойно, что ищут фермеры Светлана и Виталий Миловы. Да все уже найдено. Москвичка, инженер-энергетик Светлана уехала на родину Виталия. Вместе строили молочный завод, подобный тому, на каком Виталий работал в Швейцарии. Они бросили на весы то, что было вне и внутри них. Две несущие балки одного здания. И не мерятся с тем, чтобы действительность сочилась у них меж пальцев, как вода. Для меня, допустим, яркий эпизод. Как мы сварили первый сыр. Сварили сыр, все красиво. И вот этот первый сыр, он лежит, я плакала, понимаете, плакала. Как вот ребенок рождается, мать от счастья плачет. Вот это было то же самое. Все мои дороги, все отсюда исходили. Но они все возвращались сюда. Это твое, от этого никуда не уйдешь. Мы же, кстати, венчались в Оптине. Да. И ребенка там крестили. Перед тем, как родиться, батюшка меня благословил. Всегда ходим мы на праздники и соблюдаем, в общем-то, многие обычаи наши русские. Когда плохо идешь, прикасаешься к земле. Ложишься, и она дает тебе силы. Достоевский. Страшное событие в жизни Достоевских потолкнуло его к поездке в Оптиную пустыню. В мае месяце 1878 года умирает сын его, Алеша, от родимчика. И Достоевский считает себя виновником гибели сына. Что искал Достоевский в Оптиной пустыне? Прежде всего, утешение. Известно, что самым знаменитым оптинским старцем Амбросием Достоевский встречался трижды. Первый раз вместе с народом в монастыре он встретил старца. Дважды он удостоился личного приема старца. Неизвестно, о чем Достоевский говорил с отцом Амбросием. Келеник старца, отец Иосиф, говорил о том, что Достоевский о чем-то очень горячо убеждал старца. А тот молчал. Летопись кита в Оптиной пустыне, собственно, никак не отозвалась на появление великого писателя в монастыре. Может быть, так это и надо. Достоевский велик в миру, но Достоевский в Оптиной пустыне, собственно, один из паломников. Мозг сверлит почти неуловимое для понимания. В свое время душа подтолкнула человека к совершенству. Но потом устала тормошить его. И теперь двигается вперед одна. Сделает два шага и рвется, потому что тело больше не существует. Вот оно и дает душе упасть. Как часто мы вспоминаем Достоевского, мол, красота спасет. Это всего лишь лоскуты, обрывки нашей зыбкой памяти. Некрасивость убьет, говорит старец Тихон Ставрогин. Некрасивость. Чего некрасивость? Преступление. И едва мы это забываем, как понимаем, что нам нечего больше сказать. Монастырь был основан преподобным Амбросием Оптинским в 1884 году. Настал 17-й год и история нашей обители была разорвана на две части до и после, как историю всей нашей страны. В 1924 году монастырь был закрыт. Сестры были, кто расстрелян на месте, вот во враге местные жители показывают это место, кто был сослан, кто как-то уберегся. И вот к нашему счастью до того времени, когда монастырь был вновь открыт, дожила одна бывшая послушница, семонастник Серафима Бабкова, которая в 1990 году прибыла сюда и передала нам монастырь как бы с рук в руки. А для вас существует чужое небо? Господь везде, но, конечно, тем не менее, привязанность к родной земле и, соответственно, к родному небу она существует. Отечество это не просто так, это особенно отечество, поэтому, конечно, любовь к отечеству, к России, к Святой Руси, это чувство, которое отнять у православного наверное невозможно. И поэтому, если говорить о том, что везде одинаковое небо, ну нет, в России такого неба, как в России, наверное, нигде нет. Мы с Машкой начинали в Латвии, там монастырь, он никогда не закрывался, благоустроенный монастырь, хороший очень. Но удивительное дело, когда мы сюда приехали на полную разруху, казалось бы, на полную необыстроенность, и все-таки была такая великая радость, что мы в России, несмотря на то, что он очень несчастный, удивительно живой народ. Может быть, потому что я сама русская так говорю. Здесь Божие место, здесь Божия благодать. И это точно, чтобы вы знали, что Амросий здесь пребывает. Матерь Божия Казанская отсюда не уходит никогда из парительницей хлебов. И все иконы святые, как и мы обращаемся, они здесь, они с нами. И оптинские все старцы, они молятся за нас. Кровавым Рождеством назвали трагедией, произошедшую в селе Побуш 7 января 1942 года. Как рассказывают очевидцы, до дня трагедии в село зашли советские разведчики. Где-то по дороге они убили немецкого офицера, труп бросили в селе. Дети, ничего не понимая, катались на замороженном трупе. Карателей было около полувзвода. Они проехали на лошадях и начали прям с конца деревни все дома поджигать. Заходят керосиновую лампу берут, керосином обливают, зажигают и дальше подолезут. 125 домов было. Всю деревню сожгли. Осталось только там, где штаб ихний был, деревянный дом. И кирпичный дом, куда они согнали всех женщин, детей, в том числе и моя мать там была. И погнали около врага, начали их расстреливать. Она была ранена в обе ноги. Вот, я еще помню, таскал ее из этой, как, из щиколки, раздребленные косточки, зубами таскал. Все, Бог, вспоминаю, что он меня спас, до 65 лет вот дожил. А, может быть, без Бога и не прожил бы. колокольный звон из Оптина вам слышно? Слышно. Хорошо слышно, особенно, если ветер оттуда, то, ну, прям, вон, и в доме за стенками и то слышно. Это очень даже приятно. И хорошо, как зажгуть купола. О, так красиво. Как называется этот вид творчества? Резьба по яичной скорлупе. Кто называет кружевные яйца, кто ажурные. Искусство это, или прикладное искусство, я сам не знаю. После трех лет тренировок отработал технологию, но сейчас уже что-то выходит. Бывает, что за день яйцо делается. Гусиное делаю три месяца. Самое сложное мне оказалось. Почему вас называют Фаберже наоборот? Как вы к этому относитесь? Назвали, так назвали. Фаберже есть Фаберже, я, я. Дерево мне раньше кино привозили, как сказать, немое. Люди, как дикой народ, люди собирались очень по-много. Понравилось мне кино, и вот мне один говорит, пойдем со мной помощником. Женилась рано, 20 лет, ей 16 лет, еще даже не расписали нас. Ну, потом, начало это дело употреблять. терпел долго, очень терпел. Люди уже у меня глаза, как сказать, шкалят, что-то так мучился. Потом взял и разошелся. Жил в деревне Клоково, сгорел. Я сам был здесь в клубе, в кино было в одних комнатах тапочек, дело было 27 августа, как раз был день Советского кино. И в одной рубашке без рукавчика. как варят тут все кинчик, говорит, твой дом горит. Меня зовут тут все кинчик. Я с балкона как глянул, там деревню, где церковь, все красно. Туда к деревне подъезжаем, я как глянул, там уже и не подойдешь к дому уже. И пожарки приехали, но к дому не подойдешь. Так у людей спросил, я вообще хотел повеситься на яблоне там в саду, сад такой напротив. Это представитель колхоза наш, говорит, что ты, Иван Егорыч, хочешь сделать? Светлых не было у меня дней. Все-таки для чего человек рождается? Чего жить? На земле. Чего работать? На меня люди никто не бежал, хоть я сколько-то проработал. Все ко мне относились. По счетам грамм сколько погорело этим на пожаре. Раньше бабок сколько хотел, бывало кино привезем, бабки идут старенькие с палочками. Но думаю, старина вся собирается. Интересно. Потом спросишь после кино, как вам фильм? Очень нам понравился. Спасибо, идут даже благодаря. Иван Егорович, как вы себя чувствуете маленьким человеком большого кино или большим человеком нашего большого кино? Большим человеком. Душа человеку умиляется, Богу приносит свое покаяние, жизнь все-таки прекрасна. кто исцелит нас от сомнений, от глухого огня, что не имеет цвета и не имеет облика, потому что рожден он колокольным звоном. Как нам быть? Как приглушить ожоги, которые не проходят, а живут в нас, сливаясь со временем и воспоминаниями, со всем тем, что удерживает нас здесь? То ли да, то ли нет. А между да и нет, сколько может быть? Как бы то ни было, нам самим делать выбор. А если так, не лучше ли слиться с этим огнем и этими колоколами, вновь и вновь чувствовать и выносить их ожоги, которые и несут исцеление? Вот и все. Субтитры